Субтитры сделал DimaTorzok Я определился с тем, что я буду делать, как я буду играть Мы в Dragon's Dogme, Dark Horizon, PC-версия И я начинаю новую игру Это будет сольное прохождение за класс боец И вообще я постараюсь максимально изучить этот класс Я постараюсь изучить техники, скиллы В общем, ну, хочу немножко Потому что по другим классам очень много информации Ну, на мой взгляд Я хочу как бы стать спецом в этом классе В классе бойца Будет тяжело Класс сложный Даже для прохождения в соло он очень сложный Вот Но у меня есть такое желание Потому что, ну, по духу мне этот класс Он даже ближе, чем Mystic Потому что я довольно безрассудно играю Вот И, соответственно Так это мне подходит В общем По духу И я уже как бы Ну, в общем, отсюда прям начнем проходить соло Поэтому придется этого парня выкинуть Вот Я бы не стал показывать вот этот туториал Если бы не одно но Я нашел одну занятную штуку И мне бы хотелось ее просто показать Вот Плюс битва с Горхимерой В конце этого туториала Будет довольно показательной В том плане, что Ну, раз это соло прохождение И нам дают поиграть за бойца именно Почему бы и нет Почему бы и не пройти Этот туториал соло Тем более я это не делаю Все у нас довольно красиво Тут гоблины тусуются Навыков у Савана не так много Идем по следам дракона Вот И одну занятную вещь я тут нашел Которую, ну, хотелось мне показать Я не знаю Ну, скорее всего Ну, многие знают про нее Но я Да, да, да Спасибо Но, может быть, многие не заметили Вот мне попалось на глаза Когда я начинал этот новый друг Что Здесь, оказывается, на полу Изображен вот этот дракон Которого мы видим в меню Вот крыло Правда, он повернул в другую сторону Но это тот же самый камень С драконом Который мы видим в главном меню Вот этот дракон This is the dragon We've seen in the main menu Может быть, кто-то эту деталь упустил Не знаю Ну, я подметил Я раньше как-то не обращал внимания Мне хотелось показать Все, двигаемся вперед, короче Так что, да Ну Может быть, кому-то будет неинтересно Но Блин, самое главное Что мне интересно Я не играл за файтера Я хочу прям Наиграться И все Это класс Я хочу Я не убивал даймона Дракона, да, я бил Но я не убивал даймона Я не убивал парусу Я не убивал дракона Все это, конечно, безумно будет сложно На самом деле Но Американский Или, может, он не американский Но англоязычный ютубер Он Он проходил Даже Ну, у него есть видос, где он бьется сурдракон Значит Ну, реально Если там смогли Почему я не смогу Вот Поэтому придется И это будет чистый, чистый боец То есть Я не собираюсь заимствовать Навыки у других классов Вот Мы будем смотреть, на что способен именно Боец И мерка Она, кстати, сейчас появилась Не спереди, а сзади Я только что это понял Она вот где-то здесь прошла Вот там она прошла То есть Я сюда зашел Вот сюда И она как бы по пятам идет, получается То есть Откуда-то отсюда Она, короче, пришлась И Я вот сейчас только понял это Потому что Иногда такое чувство Что она где-то Впереди Там Так, сейчас У нас Свободим А, тут Надо парня Освободить Так, чё у нас Атака, с щитом ударщика Нормально Окей, ладно Чё, всё сделали Так, гарпии Кстати, что Примечательно В туториале Монстры Ничего не дропают Ну, с них не падает Материалы Ну, я вот Замешался Материалы Зачем я это Собираю, я не знаю Гоблинцы Ну, блинцы Уже не так смешно, да? Уже не так смешно Уже не так смешно Откуда а а очень полезно Конечно, минусы бойца налицо, я говорю, птицы, это один из самых, ну, ущербных таких классов, которые и в прокачке очень сильно уступают, то есть у них после сотого левела там, по-моему, магия вообще вращает. Что, естественно, делает их крайне слабыми, потому что магическая атака, она необходима с этим же даймоном, всякими драконами, да и физикой не сказать, что в основном там идет упор, стамина плотки поднимается. В основном упор идет на количество хп, то есть у них и танк, даже больший танк, чем воин, потому что воин он, воин он хотя бы, бодроцвет-то есть? Воин хотя бы, он тоже на жор урона рассчитан, да, чтобы жрать урон, ну, как бы, не то, что жрать урон, но он во всяком случае... Зачем вы мне поможете? Нет, ребята, что происходит? У него есть очень мощные атаки, которые, ну, могут нанести действительно мощный урон, плюс он, ну, выше гораздо прыгает. Так, ну, чё, погнали, сейчас будет бой. Бой с химеркой. Я уже бился один на один с химером, просто я проходил туториал недавно, и, блин, уже не то, когда с тобой бегает эта команда. Здесь навыки есть. Тактика, тактика. Известный, это, это обычная химера, она попроще. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Ах ты! Смотри, усыпила меня. Давай, вставай, вставай, вставай. Сменья по мне попадает. Уй! Сбросила. Опа. Я так проиграю. Оооо. Хорош. Оооо. Хорош. очень отлетел нас китая вот 2 поездов так вот здесь его надо ловить ловите будет бой на перфектр блок его надо ловить здесь нет не получилось варенье отрастает не отрастает я не в челленджи конечно у меня хилки есть хочется все равно ну давай иди сюда ой дурак жадничаю жадничаю по ударам жаднич но сам жирный за урон проходит интересную сауна усилители выполнение блок потому что я так смотрю что-то более легко мне делать варьирование ну давай нет все бешенство бешенство закончилось еще удар о повалилась вот этот удар о кстати вообще мало ладно 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 я проиграл челлендж я с ними признаю я поднимаюсь на культуре Ух ты, вот это надо было перед ним Мне прям интересно, какие у него навыки Так, мерцающий удар, воздушный слыц, оборотный разрез Ну это всё понятно Губительный натиск, мастерское пронзание, управляем поднимание отражений Подготовленность у него есть и неослабленность А, подожди Ну да, это видимо у него и есть Подожди, надо активный смотреть, а я не то смотрю Ну да А, нет Нет, у него что такого нет Ну слабенький он конечно, слабенький парень Я бы сказал, довольно Так, ну-ка, и сюда Ты смотри, а Он жесткий По тем... Ну вот разламывающий удар помогает Ну вот разламывающий удар помогает Видимо он мощный всё-таки, этот удар разламывающий О, тихо челлендж просто поэтому будем обузить ну-ка тоже неплохо ну давай помираю же лёва ах ты белки я забываю ладно ему осталось у меня а а а а а а у нее и мне вот колея давай двадцатого уровня ну занятно да на самом деле непросто и если вот так вот без навыка так переходим на сложный режим это переход на сложный режим я уже успел на нормале продать все dlc вещи которые нам дали вот этот персонаж такой будет у меня цвет кожи такой потому что мне не нравится как выглядит светлая кожа под доспехами там где ее видно поэтому такой цвет короче тут все подогнано я уже заморачиваюсь все время по этому поводу одна из причин почему мне ближе так гораздо ближе класс красный красных чуваков это потому что у них громко лучше но мне больше нравится как она выглядит но такой странный парень деревне живет кто он афро или просто шахтер кто его знает но большую часть игры он будет ходить в шлеме закрыт поэтому вряд ли кто-то будет сильно удивляться вот этот меч железный меч который сейчас держит чувак который оглашает приказ он на самом деле но интересный мне нравится его дизайн а также мне нравится ну то что именно с этим мечом возможно даже вот именно этот меч который держит чувак это именно этот меч мы подбираем чтобы драться с драконом и у меня есть такое желание есть у меня желание убить дракона именно этим мечом это челлендж такой лично мой который я выдумал челлендж бить дракона именно железным мечом вот из-за бойца конечно этот челлендж безумно сложно выполнить тем более в сону я не думаю что это вообще реально просто ну хочется загнать я думаю что скорее всего я буду выполнять челлендж за мистика я уже начал выполнять вот вот да этот меч железный меч если наложить на него глубинное страдание зачарования холодом то в принципе оно реально при прокачке до золотого меч довольно мощный по физике и я думаю что это реально обидно то что этот меч не валяется блин он не валяется на берегу но можно купить местный торговка если бы он валялся на берегу это было бы прям вот я все но это до этого я может быть я буду пробовать за бойца сейчас лапы начнешь полотать да кто пошел да он обычно так делает ну потому что это самый первый меч по сути самый такой плоховский хотя дизайн опять же мне очень нравится и вот он так на него смотрит типа что это за зубочистка чечетку пытаешься этим меня убить мне захотелось прокачаться блин именно этот вещь и мой вонзить сердце драконе я говорю за бойца блин это будет вообще нереально что-то нереально может быть получится только если не всю битву проводится в том а только в конце конечно знают в граунд уже этой истории уже по-другому смотришь на все происходящее аккуратненько операцию проводит вот конечно я себе челленджи уже набрал много но если получится я постараюсь железным мечом убить эту мразь соответственно нужно будет его закаливать нужно будет очень много чего сделать перед битвой и желательно быть довольно прокачанным наговорил тут во время заставки ну а че еще делать по сути заставка все ее видели вообще можно было бы по сути и пропустить но мы не будем так что это будет чистый боец с чистыми его навыками без примесей но естественно придется местами обузить обузить разные штуки бросание предметами и все такое прочее рубашку поменяли парни так и так и повалили просто так и повалили на чердак отнесли пусть валяется даже не к себе в доме да я нормально а что-то я там не наблюдаю кинжалы там должны быть или лук лук очень хорошо разработчики все показывают куда чего ну так вот боец боец на всю игру все какой-то пустой свиток пустой свиток какой-то посейдон местный возможно это вот как раз алтарь бога воды возможно вот это как раз и есть бог воды местное божество воды которая которым целый алтарь возвели целый алтарь ну короче квин за нас переживает делать ей нечего мужа у нее нет жениха у нее нет поэтому она дурью страдает ну потом вообще в монашки кассардис приезжайте в курорты кассардиса здесь вы сможете отдохнуть и почувствовать себя человеком так где-то здесь у нас должен быть сарайчик в барахтин по моему внизу по моему вот здесь надо спрыгнуть не плыть ну такой такой себе тайничок ну конечно большинство уже знает все про все 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 эти тайники ну может быть кто-то будет первый раз смотреть там у нас невидимая стена тут у нас могила неизвестного солдата странное место конечно для погребения интересно кто здесь может лежать мне кажется так даже быстрее так ну все и до гостиницы надо бежать потому что я говорю я уже на нормале в принципе закупился так что за рыба здесь водится маленькая мало что там большой орех проходить буду в свое удовольствие игру как бы в общем потому что иначе смысла нет проходить эту игру так еще я наверно скуплю все потому что деньги позволяют скупить все что я еще не купил я имею ввиду предметы я имею ввиду так это у меня еще нет это у меня по моему в кладовке есть круглый щит возьмем не надо так это у меня уже есть планету планету и жилет путешественника ну а браслеты смотри это не надо это не надо это не надо это не надо это luminos Ой Так, покупаем Пока что нет, не надо ничего Кстати, да, вот еще что надо было у нее купить Привет, бабуль Пинька Ободок певца У меня уже накиплено Вот тут, кстати, есть такие штанишки Которые любят некоторые одевать Но они неплохо сделаны Так А, надежный, да, я взял Я с железным побегаю Пока что не требуется Сейчас с другой стороны Так, ладно, сейчас переоденемся Да, у меня всего по два Так Так, лобку на швы И вот эту напилочку Вносливости Кольцо мечника Ну, это единственное, что я возьму Сделать все это кольцо мечника Почему бы и нет Все Все Блин, кролики эти Может хоть, не знаю, взять Чтоб случайно в замес они попали Этот квест тоже выполнен Просто здесь надо еще Мадлен встретить, по-моему Насколько я знаю Надо Рейнара спасти И Мадлен встретить И Здесь это тоже будет квест Который я обычно не выполнял Да, вот этот дядечка выдает Ну, это совсем просто Тут какой-то шкет будет А, ну да, он ее Он ее, короче, где-то дропнул А мы теперь должны ее найти Чего тут Над кем горюете Кстати, интересно, что там Там тоже какое-то здание непонятное По-моему, туда вообще нельзя проникнуть Но можно было бы попробовать за другой класс А этот класс не получится Не перепрыгну, наверное Эх, нет Я потерял ее По-моему, дед на крыше будет валяться Если я не ошибаюсь Не, нету Хотя можно пометить квест Возможно, они ее высветят Траченная вера Нифигасень Назвали Ну да Вроде где-то здесь должна быть А, вот она Ну это такой Квест на знакомство С механикой карабкания Я так понимаю Да не вешай ты нос Я так понимаю, что это не так Я не могу 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 смотри-ка еще один чувак да был сменен таким мы думаем что мы тут одни такие смелые еще чувачок смеленький нашелся где этот мерин в косарде сюда ну да скучные квесты ну блин боевки будет полно поэтому давайте пока саргису побегаем давайте побегаем пока саргис я не выполнял местные квесты обычно сломя голову бежишь драконов там бить всяких коблин уродов ну да вот в мир как мужчина море надо между ними бегать да ладно ребят блин вы чё нарочно что ли по разным районам разбежались тут ну такой он парень на посыле все ладно заканчиваем смотри-ка в церкви звонят даже кто звонит задание выполнено спасибо ну чё тут стоишь иди служба началась интересно вот можно ли по этим звуком часовне определить время по сардисе то есть ну возможно это где-то 12 дня они звонят или может быть пораньше здесь наш парень появляется но мы его сейчас прокать блин или ну да наверно проще так погнали а ты чё хочешь инфу дает чувак по квесту с травами слушайте а надо было выше подняться все равно нам ой-ой-ой нельзя я же запрыгивал о отлично ой как ты долго прошлый раз быстрее гораздо он добежал вот кстати здесь ведро есть ведро нам понадобится и вообще ведер много но он затупил прошлый раз я просто вот я стоял здесь я обернулся уже за спиной давайте репортируйся уже блин чувак ну сейчас точно полетишь обычно я спешками прыгнула в этот раз у этого не заслужил этого явно не заслужил так ладно говорим с вами теперь этот рук будет короче постоянно валяться на каждой локации рядышком так ща еще в свой дом заглянул там тоже ведро есть ведро нам нужно будет для того чтобы усилить шлем прокачать его до трех звезд метла наверно тоже какой-нибудь посох усиливают сейчас выполним наверно начальный квест с циклопом да вот он появляется тут ну чувак подвыпил просто теперь вот валяется здесь так по моему по моему по моему солнечник вот здесь где-то неподалеку надо пять штук по моему у меня даже сейчас навык парировали ну да уровень сложности это нелегкий ну и денешься падает нормально подхилимся целебный чай тройка тройка так где-то еще солнечный надо рейнара спасти тройка ой щас он подхватит я вот не знаю все время так говорить или только когда ты его задеваешь или это вообще не я вообще не задеваю просто он так говорит типа вот он дает накидочку между прочим накидочка нормальная так и солнечник еще надо солнечник нам раздобыть так ничего себе они с высоты сигают кролики все пусть вот кролика поймал зайца интересно он упать умрет пусть умер ладно сорян елки и я тоже туда вслед за кроликом это в наказание не надо не надо обижать кролика не надо обижать кролика все кролик зареспавнился я тоже так где сохранился а понятно рейнара избивают ждали урон от кирпича можно стать кирпичем есть боец а есть ну ладно фу а то я думал блин сейчас все брохань нормально стой 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 куда я уж не поболтал накидку он не отдал все там пьяный валяется вы его не будите пока кстати руку он бессмертный он так и будет валяться он в разлом не попадет такой человек его даже разлом не принимает даже в разломе он никому не не да не на самом деле нормально самое то чтобы помочь помочь юному аризон так смотри-ка я ему удар прервал вот солнечник нашел у меня 2 удара даже нет еще покажите второго удара нет ну с холодным оружием надо сказать боец обращается лучше всего лучше чем ассасин вот именно с мечами одноручным лучше чем мистик из-под счета может быть в отличие от остальных вот все время этот звук будет пока он не проспится так здесь должна быть модель не когда она появляется я че-то не очень понимаю так нарвите луна блеска ну вот эти вот хотя бы квестики надо выполнить я че-то правда че-то я не очень понимаю когда мод лента должна когда мод лента должна сюда прийти блин он опять живой ты смотри а проспался все таки все таки проспался все таки проспался соло поднимает там так где это ночная слеза она будет не ночная слеза луна блеск дико цвет вот пошли погуляем Продолжение следует... Приставучий, блин, как кланы-лист. Слушайте, он уже горит. Он уже горит. Я не знаю, у них шутки такие, они друг дружку поджигают, но это, блин, жестоко, честно говоря. Да ну нафиг, не-е-е-е. Растопкай по башке дали. Какой же я слабый. Более, да ладно. И этот здесь. Так. Мы все заберем. Достал уже. Рыбка испортится, поэтому не будем ее с собой пройти. Вот что я хотел-то. Я вспомнил. Два ведра. Да, блин, надо, конечно, побыстрее до лагеря добираться, потому что он так и будет за мной бегать. Усатый. Человек. Да ладно! Я хотел взрыв флаконов набрать. Ну, сейчас закрыто. А на чам не работает, как Кэкстон. Кэкстон всегда работает. Кэкстон вообще не спит. Он такое чувство, что его привязали к прилавку там с женой своей. И он вообще не спит. Так, где-то здесь должен быть луноблеск. И по сути, если я ни с кем драться не буду, то это не считается, что он со мной бегает. Но получится ли у меня ни с кем не подраться? Насколько я помню, луноблеск где-то здесь должен расти. Ох, парень! Какой же ты приставучий, а? Забери тебя, кучина. Ты смотри, выбрался. Выбрался. В разлом, говорю. В разлом, в разлом. Все, в разлом. Ты смотри, выбегает, да? Ты издеваешься надо мной? Да неужели? Нифигаси, тут береговая линия. Да. До циклопа мы явно не дойдем. Сегодня. Вообще, надо бы, конечно, так, поаккуратнее с ними. Вон они швыряются. Да ладно, ваншот, блин. Просто гоблинцы меня размес устраивают. Я говорю, если бы взял эти, как-то, взрыв флакона, все было бы гораздо бы их. Так, главное, чтобы кто сейчас мне ничего не швырнул. Ёлки. Это сложно. Это сложно. Ладно, ну мне нужна, блин, ночная слеза. Она где-то здесь, на берегу, по-любому. По-любому где-то она здесь. Вон она. Ой. Я все ее ночной слезой называю. Луноблеск, ёлки-палки. Готов. Нифиг ржать тут. Да брось! Растопкой! Сколько она отнимает? Просто факелом в рожу. Смотри, с одного удара... Вот сейчас разламывающий удар убил с одного удара. С разбега я его называю. А вот сейчас нет. Это от чего зависит, что я бежал, что ли, или что? Почему такая разница? Или это гоблин другой? Более мелкий гоблин. Да, это, видимо, был более... Мелкий гоблин. Ой, зачем я всех подзываю? Так, 10 гоблинов убил. Специализацию повысил. Блин, в начале игры это просто... Это жесть, конечно. Грантис это серьезная тема, вообще. Блин, я теперь его не вижу. Раньше он себя хотя бы подсвечивал. Даже вот это. Смотри, уже... Пятый уровень. Блин, уже все, час играю. Пора завязываться. Сейчас с гоблинами разберемся и первую серию закончим. Если я, конечно... Если я, конечно, смогу, это не делится. Уйдешь! Ай, блин! Да что ж ты, я так и думал? Я же чувствовал уже, что это хватит, хватит бить, хватит бить. Надо, надо завязывать. Да ёлки, ну это вообще... Это сложно. Я неаккуратно играю. Я просто не знаю, я сейчас не знаю. Почему я ваншоту этого чувака? То, что он не был готов бить, и бить его. А это мы только... Маловимся, вообще. В принципе, получается, я могу два разломывающих удара, и всё, капец. Только стамину, стамину. Стамину надо. Стамину надо беречь. Тогда всё будет хорошо. Блин, увидите, реально много, конечно. А вот ещё... Так, всё понятно, короче говоря. Весело, весело, весело. Почему этот гоблин такой слабый? Почему я убиваюсь на луне? Надо очень быть аккуратным. Это вот это вот... Расслабляет вот это вот игра. Тогда ты уже... Когда ты уже на высоком уровне, ты уже не воспринимаешь вообще гоблинов как угрозу какую-нибудь. Вообще не воспринимаешь. И потом, когда ты заново начинаешь играть... Вот где он... Вот где ты был до этого, чувак? Где? Ещё один появился. Слушайте, по-моему, это респаун, потому что он так же здесь стоит и умирает с одного удара. Это мега-жёсткий респаун. То есть они... Они респаунятся так быстро, естественно. Блин, в меня опять чуть растопка не прилетела. О, блин. А они не могут вообще просто развалить. Так, всё. Входим отсюда. У всех я их убивать не буду. Даже этот с одного удара не умирает. Ой! Тихо. Да нет же! Это вообще как-то злой. Слышали голосов? Слушайте, это вождь. У него в корону, наверное, почти. Голос другой. Фуу. Фуу. Эээээ. Я это сделал. И очистил пляж от этих грязных тварей. Это там ещё не появится. еще одна грязная тварь ну-ка бочка сгорит и сию вагонка урон идет вот это маленький я жду это очень долго ладно погнали сгорела все зайцы беды я думал первый эпизод будет интереснее но так бывает страшно мне было весело очень не знаю как остальным будет опять этот алкоголик тут валяется так травы травы можно сдать и сейчас шестой уровень мадлен мадлен нету мадлен да так где 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 вот во первых кирпу надо взять во вторых у нее дофигища взрыв флаконов мадленд я хочу взять себе 40 слюна конечно ну тоже можно чисто по приколу так материалов нету мадленд на пока мадленд мадленд да это это вот это она есть кое-что проверить обильно прицеливание нету ну ладно что ты все поднимаешь что ты трогаешь поднимает он банда бежим до лагеря чушь там как говорится а то совсем как-то будет печально даже поленциклопа не убил 1 серии это тоже гоблина будет нет слушать а я же с ним бегают и елки-палки опять опять все ладно ни с кем не бьемся бежим просто в лагерь раз этот с нами и так не пойдет уже получается со мной будет ходить до последнего надо его будет скинуть куда-нибудь вот я упаду я погибну он мне кажется нифига просто в битве с циклопом получается он там будет сейчас фигурировать а я не хочу чтобы он фигурировал так парень я тебе говорил что здесь больше не появлялся все я прохожу соло пенчуга опять сюда приперся ну ты местный алкоголик все спи здесь проспись мой куда я меж мало всего губительный бросок клыка воздушный хлыст зачем я вот это взял сейчас ну ладно придется вместо броска клыка так что еще мастерская пронзание но это это я так понимаю эти как лучше сюда воздушный хлыст сюда широкий удар там есть пока ничего смысле а почему здесь а значит у нас теперь есть воздушный хлыст и вот эта вот штука и вот это вот этим ударом очень любят пользоваться всякие нпс-шники ну чё погнали и забьем все-таки циклопа у меня взрыв флаконы с собой я думаю с ними будет проще в разы просто чем это очень-очень больно могу он конечно найти что-то посерьезнее этот парень так ой 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 ну вот вот так все и заканчивается вот так все и заканчивается елки-палки вместо того чтоб аккуратненько нет самую гуще странно почему здесь идет сохранение так ладно перебежим всех гоблинов потом займемся циклопом смотри к вам прям за мной а 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 поцик ваще сейчас меня сейчас его без меня убьют готов ваншоты и ваншоты и блин здесь все ваншоты просто началом и от этого не по себе хитрун наш юморист местный местный юморист так ну ладно 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 возвращаемся владеет сколько может так рейнар рейнар появится улучшить да ладно вот железный меч уже могу улучшить на 3 звезда чистая ткань нужно может и мне и продаж чистую ткань то давай как тебя все время материалы были пенька мидная руда надежный меч надежный меч у меня есть ну тут тоже есть заброни чего есть о секционная броня это уже что-то серьезное прям давай потому что брони сейчас реально не хватает ух ты это я вообще первый раз вижу бридж новичка давай бридж новичка ну да а прокачать погодь 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 давай прокачаем блин сменить снаряжение значит покупаем у него все что надо и прокачиваем ну как то так может быть я создал величайшую пешку в мире так ладно а сакев так теперь по моему надо смерть седас говорить или еще рановато вообще все надо заканчивать наверное отсюда если я сигану я умру но мы сейчас это проверим так пробуем ух ты живой 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 где мой компонент смотри не собирается похоже что они а вот здесь отмечены так это было последнее что ты сделал у меня спасибо да елки палки где тут заканчивается все там используется это трагикамелия честное слово происходит все нет и все будут проблемы конечно с рифт присталами и прочим ну все короче говоря на этой ноте мы заканчиваем первый эпизод который довольно таки затянулся всем спасибо за просмотр всем пока